Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Иногда, впрочем, перцепиент оставался в той же комнате, но он был обернут лицом к стене, имел завязанные глаза и так далее При таких условиях опыты всегда давали гораздо лучшие результаты Телепатические передачи рисунков Угадывание рисунков в большинстве случаев, представлявших собой простые фигуры, производились или в той же комнате, причем индуктор держал за руку перцепиента, усиленно думая о данном рисунке Если испытуемый субъект находился в другой комнате В последнем случае опыты с обыкновенными пациентами давали значительно худшие результаты, почти граничившие с простой случайностью На более чувствительных субъектах, так называемых сенситивов, как, например, некий Смит, такая изолировка не оказывала столь большого влияния Очень интересные опыты над воспроизведением рисунков были сообщены известным ученым Десуаром Они производились в доме барона Равенсбурга, жена которого служила у них перцепиентом Чтобы читатель мог себе составить некоторые понятия о результатах многочисленных исследований, чтения и переноса мысли на расстояние, приведем здесь несколько цифровых данных В одном, например, сеансе, состоявшем из 27 опытов над угадыванием карт, ни одна из них не была названа правильно В другом на 25 вопросов получилось 2 верных ответа И такой же результат имел третий сеанс, состоящий из 10 задач Во время этих опытов перцепиент находился в другой комнате Когда же его вводили в помещение, где заседала комиссия, то получались гораздо более удачные результаты Так, в одной из серии опытов над угадыванием чисел и карт и имен Из 382 задач в 127 были решены сразу, 56 в 2 приема, 19 в 3 приема В тех случаях, когда пациент помещался в той же комнате, но за ширмой, процент верных ответов значительно понижался Из 109, например, опытов было получено правильных решений 19 Сразу из 7 после одной ошибки Решение из 2997 опытов получило 789 удачных случаев В то время, как по теории вероятности должно было их быть 732 После того было произведено 17 633 опыта, давших 4760 верных решений То есть на 347 более против вероятной цифры Десуар чертил на удачу разные фигуры, стараясь о том, чтобы госпожа Равенсбург Не только не могла ничего видеть, но даже чтобы не было слышно звуков карандаша Тогда он и барон сосредоточивали все внимание на изображении А сидящая за другим столом баронесса пыталась воспроизвести его Это обыкновенно совершалось в течение 20-45 секунд Первый опыт, в втором, в котором барон не участвовал Как видно из прилагаемой копии оригинальных и воспроизведенных фигур Совершенно не удался В третьем, опыт и баронесса сделала исправление ранее, чем показали оригинал В последнем испытании она сказала Снаружи круг, а внутри его еще что-то Потом, после короткой паузы, прибавил треугольник Тогда она нарисовала эту фигуру, прибавив, что круг, к сожалению, не удался Доктор Ахарович получил из 101 опыта 21 совершенно удачный ответ Из 7 только отчасти верных Примером замечательной способности к чтению чужих мыслей и вредного влияния материальных преград на передачу последних Может служить любопытный случай, сообщаемый доктором Кентаром В одном семействе города Анжера стал обращать на себя внимание 6-летний мальчик Который с необыкновенной легкостью и быстротую решал в уме самые трудные задачи Сначала все думали, что этот ребенок представляет собой нечто вроде знаменитого пастуха Жака Эноди Замечательные математические способности, которого года 4 тому назад наделали столько шуму в Париже И во всем ученом мире Вскоре, однако, отец заметил, что для успешности решения задач необходимо было присутствие матери Мало того, оказалось, что для этого нужно было не одно только присутствие матери Но также, чтобы она сама знала окончательный ответ Мысль о том, что здесь дело было не в действительном решении задач, а в угадывании ответа Стала вполне очевидной Когда оказалось, что ребенок безошибочно угадывал карты, вынимаемые из колоды Указывал места, где спрятаны без его ведома Те или иные предметы Содержимое кошелька, если спрашивающий сам знал это Все эти ответы легче всего получались, если их узнала мать ребенка Достаточно ей было подчеркнуть в книге ногтем какую-нибудь фразу Чтобы мальчик тотчас же повторил ее Самые сложные и длиннейшие периоды, смысл которых был ребенку, конечно, непонятен Точно повторялись ими, если только мать имела написанное перед глазами Эта точность доходила до такого совершенства, что даже орфография слов была безошибочной Самые трудные диктанты мальчик писал без малейшей ошибки Если мать диктовала, находясь недалеко Но достаточно ей было удалиться за ширму, как то сейчас же тетрадь переполнялась грубейшими ошибками Эти факты были подтверждены многочисленными свидетелями, врачами и людьми науки, специально занимавшимися их проверкой Нельзя не упомянуть здесь о довольно известном в Европе, отчасти уже и у нас, фокуснике Попадение Дилане, жена которого с поразительной скоростью угадывает мысли мужа Завязав ей глаза, Дилане идет к публике, где ему показывают самые разнообразные предметы Портсигары, платки, монеты, медали, бумажные деньги и тому подобное Взяв какой-нибудь предмет в руки или только взгляну на него, фокусник спрашивает, оставшуюся на сцене жену Что это такое? Причем он даже к ней не обращается И та безошибочно отвечает Ответы следуют с поразительной быстротой И только там, где приходится иметь дело с длинными рядами цифр Персипиент отвечает, медленно разделяя тысячи, сотни и так далее Небольшими промежутками, соответствующими тем мысленным разделением Которые делает господин Дилане для облегчения восприятия его мыслей Рассказы о действиях воли на расстоянии Доктор Шилтов приводит следующие опыты, подтверждающие действия воли человеческой на расстоянии Замечательный опыт доктора медицины Дюфе О котором он делал доклад Обществу физиологической психологии в Париже Дело в том, что у пациентки доктора Дюфе Каждый месяц во время менструации Появлялись жестокие головные боли Он каждый раз избавлял ее от страданий тем, что усыплял ее Расскому представилась надобность уехать надолго из города И он решился усыпить свою пациентку издали во время самых страданий Послушаем лучше, как он сам рассказывает об этом случае Однажды мне необходимо было уехать на целых 6 недель Так что период менструации, сопровождающийся самыми сильными припадками Должен был пройти в мое отсутствие Поэтому между мной и господином Кэ, мужем моей пациентки Было условлено, что он меня тотчас известит телеграммой Лишь только начнутся припадки мигрени Что после получения телеграммы Я сделаю попытку сделать из-за ли то, что мне так хорошо удавалось вблизи И что по прошествии 5 часов Я постараюсь мысленно ее разбудить О чем он должен также известить меня второй телеграммой Муж не сомневался в успехе Хотя я не совсем был уверен Сама же госпожа Кэ и не подозревала о моем отъезде Однажды утром Жалобы из стоны и жены Возвестили мужу, что припадок начался Не заходя в ее комнату Он отправился на телефонную телеграфную станцию И посылает мне телеграмму Которую я получил в 9 часов В 10 Войдя к себе в этот самый час Он увидел, что жена уснула и более не жаловалась В 4 часа я пожелал ее разбудить И в 6 часов вечера получил следующую телеграмму Результат вполне удачный Пробуждение в 4 часа Благодарю Я был в это время в селе на Лааре В 28 милях или 112 километрах от Буа 10 октября 1885 года Было условлено Между мною То есть профессором Жанне И доктором Жибелером Внушить мысленное Леоне Известный сенситив Следующее приказание Завтра в полдень вы запрете на ключ Все двери дома Внушение это записано на клочке бумаги Которую я спрятал себе в карман И не показывал никому Самый опыт внушения был произведен следующим образом Усыпив Леонию Доктор Жибер во время нахождения ее в литургическом фазисе гипноза Не произнося ни единого слова Приблизил свой лоб к ее лбу И в течение нескольких секунд Упорно сосредотачивал Своим мысленно внушаемым приказанием На другой день в полдень Я пришел в дом В котором жила Леония Весь дом был баррикадирован И входная дверь заперта на ключ Когда я спросил Леонии Почему она это сделала Она отвечала мне Что чувствовала себя очень утомленной И боялась Что я приду и начну ее опять усыплять Леония находилась в эту минуту В чрезвычайном веселом Возбужденном состоянии Она блуждала по саду Сорвала розы И затем отправилась к ящику для писем Приделанному у входной двери Весьма замечательно Что как раз эти действия Хождение по саду Срывание розы Приближение к почтовому ящику Мы с доктором Живером предполагали Накануне внушить ей на сеансе В апреле 1886 года В Гавре Съехались некоторые иностранные Ученые Специально с целью присутствовать На опытах с Леонией Покойные мистер Герни Мистер Мэйерс Братья у доктора Мэйерс Доктора Хорович и другие Вечером 22 апреля Пишет мистер Мэйерс Мы обедали у доктора Живера И за обедом было решено Что он произведет Опыт усыпления Леонией На расстоянии Не покидая своего дома Заставит ее прийти к себе В 8 часов 55 минут вечера Он удалился в свой кабинет А доктор Хорович Брат мой Профессор жены Доктор Морелье Отправились к павильону В котором жила Леония И начали ожидать Около него на улице В таком месте Что их из этого павильона Заметить было невозможно В 9 часов 22 минуты Доктор Мэйерс увидел Как Леония прошла Половину расстояния От павильона до ворот Но затем вернулась обратно Лица, наблюдавшие ее На более близком расстоянии Заметили, что она находилась В сомнамбулическом состоянии Блуждала по двору И бормотала что-то В 9 часов 25 минут Она вышла наконец из ворот С плотно закрытыми глазами Насколько можно было заметить Быстро прошла мимо профессора Жаней Доктора Морелье Не заметив их И двинулась к дому Доктора Жибера Но не по кратчайшей дороге Идя по улице Леония обходила фонарные столбы Тумбы и прочее Но шла как-то странно Переходя по несколько раз Улицу взад и вперед Следившие за ней Лица двигались за ней Следом на некотором расстоянии Минут через 8 или 10 шаги Ее сделали весьма неуверенными И она остановилась Как бы собираясь упасть Доктор Майер взглянул на часы Было 9 часов 35 минут вечера Через 5 минут она оправилась И в 9.45 вечера Достигла наконец дома Где живет доктор Жибер Она вошла в него Встретилась с ним Но не узнала его И начала блуждать По комнатам первого этажа Наконец доктор Жибер Сделала ее за руку Тогда она узнала его И успокоилась Доктор Жибер До сообщения ему отчета О происходившем с Леонией В павильоне и на улице Рассказал своим гостям следующее От 8 часов 55 минут До 9 часов 20 минут Он думал о Леоне напряженно От 9 часов 20 минут До 9.35 Он думал уже менее сосредоточенно В 9.35 перестал вовсе думать И начал играть на бильярде Это был момент остановки Леонии на улице Но через несколько минут Он начал снова сосредотачивать Свои мысли на предмете опыта И продолжал это делать До входа Леонии в его дом Все эти опыты доказывают Неопровержимо Что мысль и воля одного человека Могут воздействовать на расстояние Какому угодно Незначительным или громадным На мысли воли другого Только здесь необходимо оговорить Что для подобного воздействия Требуется как непременное условие Какое-то неизвестное Непонятное пока средство Между двумя субъектами Экспериментатором И воспринимающим или субъектом Иначе воздействие одного человека На другого Дает незначительный эффект Но для нас важно то Что существует В некоторых случаях Взаимное сродство И воздействие воли То есть положительные факты А отрицательные случаи Не в состоянии умалять Значение этих положительных фактов Значение фактов Действия воли На расстоянии В вопросе о бытии души Как самостоятельного начала Духовной жизни в человеке Опыты подобного рода Нам доказывают Что в иных случаях Восприятие внешних впечатлений Возможно и помимо наших пяти чувств А потому известный афоризм Сенсуалистов То есть Все что явилось в сознании Сначала было в ощущении Оказывается верным далеко не всегда Экспериментатор Предъявляющий Субъекту Мысленные требования Не действует На его внешнее чувство Ни зрение Ни слух Ни осязание Ни обоняние Субъекта Ничего не воспринимает Экспериментатор Во время опыта А между тем Мысленная задача Исполняется им В точности Как в бодрственном состоянии Так и в глубоком сне Крайне важно Обратить здесь внимание На то обстоятельство Что мысленные задачи Исполняются всегда Со стороны субъекта Помимо его воли Бессознательно Как в бодрственном Так и в сонном состоянии Что последние обстоятельства Не подлежит Никакому сомнению На это указывают Следующее Когда субъект Спадает в глубокий Сомномбулический сон То мозг его И вся нервная система Окончательно лишается Всякой чувствительности А следовательные Способности функционировать Что доказывается тем Что подобных субъектов Можно подвергать Пыткам Вроде прокалывания Руки булавкой Сильного раздражения Обонятельных нервов И прочее И несмотря на это Они не обнаруживают Никаких признаков Чувствительности И продолжают спать Глубоким сном И среди подобного Мертвецкого сна Они с поразительной Точностью Исполняют все Мысленные требования Экспериментатора Теперь посмотрим Как исполняются Мысленные требования Субъекта В бодрственном состоянии Здесь казалось бы Что так как Субъект не спит И сознание его Находится в нормальном Состоянии То оно должно было бы Участвовать в решении Мысленной задачи Между тем Факты Показывает Совершенно Обратное Бодрствующие Субъекты Все мысленные Требования Экспериментатора Исполняют Так же Как и находящие В сомномбулическом Сне Помимо своей воли Бессознательно И все Производимые Ими движения Во время опыта Носят характер Насильственный Или автоматический Субъект Совершенно Не знает Своих действий А если он производит Те или другие Движения Тела То лишь потому Что он бывает Вынужден К тому Какой-то силой Толчком Данным ему Изнутри Здесь мозг Только слепой Проводник Различных движений Побуждаемый К тому Бессознательной Душевной силой Как бы ни Старались Материалисты Позитивисты Доказывать Всемогущество И монопольные Права Мозга Этого куска Мертвой Материи Их тщетные Усилия Ни к чему Не поведут Мертвый Всегда Остается Мертвым В том И заключается Наше Несчастье Что господа Отрицатели Инзели Решают Мировые Задачи Проводя Односторонние И ошибочные Доводы В то время Открещиваясь От всяких Проверок Вопроса Опытным путем Все описанные Опыты При которых Свидетелями Были люди Науки Натуралисты Врачи И профессора Университета Относившиеся Крайне скептически К подобным Явлениям Как чтение Мысли Действия Воли И прочее Были Поставлены Строго И со всеми Предосторожностями Так Что не было Места Сомнения Или подозрения Задачи Предлагаемые Всегда Свидетелями Писались На клочке Бумаги И просчитывались Всеми Молча Причем До опыта Испытуемый Субъект Удалялся В отдаленные Комнаты Не нужно Забывать Что всем Как я Так и Мои товарищи По науке Прежде всего Интересовались Истиной А потому Для нас Имелся Ну верный Результат Каков бы Он ни был Положительный Или Отрицательный Теперь Вдумайтесь Хорошенько В смысл Описанных Опытов При мысленных Задачах Мозг Ничего не Воспринимает В себя Через внешние Чувства А следовательно И не может Сознательно Исполнять Предъявляемых Требований А если Это так То возникает Следующий Вопрос Если Мозг Не принимает Участие В разрешении Мысленных Задач Так Кто же В таком Случае Исполняет Все Мысленные Требования Экспериментатора Обнаружив При этом Исполнении Удивительность Средообразность И разумность Я полагаю Что Бессознательные Действия Субъекта Во время Опытов Далее Бессознательные Решения И мысленных Задач Можно Отнести С громадной Вероятностью Единственно Лишь Бессознательные Душевные Сили Другими Словами К деятельности Нашего Внутреннего Я Мне кажется Если я Не ошибаюсь Едва ли Тут Можно Придумать Другой Ответ Если В опытах Действия Воли На близком Расстоянии Когда Испытуемый Знает Что он Служит Объектом Для экспериментов Некоторые Склонны Подыскивать Неудачные Объяснения Вроде Тождественных Вибраций Мозговых Атомов И прочее То Подобные Объяснения Не могут Иметь Места В тех Случаях Где Расстояние Между Экспериментатором И субъектом Значительное А тем Более Громадное Или же Когда Субъекту Неизвестно Что в данной Единицу Времени Он Служит Предметом Опыта В Литературе Психизма Описаны Сотни Случаев Телепатического Воздействия В этом отношении Поучительно Капитальное Сочинение В двух Томах Трех Английских Ученых Гернея Мэйерса И Подмора Носящие Название Phantasm Of The Living В котором Собран Громадный Фактический Материал Строго Проверенных Случаев Телепатии Что касается Гипотез Относительно Сущности Передачи Мысли Действия Воли На расстоянии Или Телепатии То многие Склонны Допустить Какой-нибудь Физический Агент Так Известный Химик Рейхенбах Утверждал О повсеместном Распространении В природе Особо Тонкой Материи Которую Он Назвал Одою Знаменитый Философ Гартман Все Вышеизложенные Явления Пытался Объяснить Нервной Силой Ноульс Передачу Мысли Отождествляет С особенного Рода Движением Мозговые Волны Передающимися С помощью Эфира Известный Психопатолог Маутсли Главную Роль Придает Так называемому Им Мысленному Эфиру Доктор Боретти Допускает Излучение Из различных Шестей Организма Тонкой Нервной Силы Которые Можно Отражать Зеркалами Сосредотачивать При помощи Линз И прочее В 1886 Году Я сделал Говорит Доктор Шилтов Доклад На первом Пироговском Съезде Врачей В Петербурге О лучистой Силе Человека Выделяемой Из вектор Шестей Тела При напряжении Мысли И воли Доктор Ахарович Полагает Что при Передаче Мысли Проводником Служит Электрическая Сила Причем Он допускает Что нервные Электрические Силы Могут Превращаться Одна В другую Такие Изна Такие Делал Как Английский Ученый Мэйер Сигер Полагает Что в основе Телепатии Лежат Духовные Процессы Так Или Иначе Для нас Крайне Важны Самые Факты А с Объяснениями Их Можем Повременить Так Как В современной Нашей Науке Есть Многое Множество Фактов Досили Еще Не Объясненных Но тем не менее Давно Получивших В ней Полное Право Гражданства Способность Души Слышать Голоса Близких Или Родных Лиц На Дальнем Расстоянии Факты Подтверждающие Существование Этой Способности Души Человеческой Некто Фраер Рассказывает Следующее В течение Осени 1879 Года Случилось Странное Явление Один Из моих Братьев Отлучился Из дому На 3 Или 4 Дня В это Время Однажды Вечером В половине Шестого Я с удивлением Услышал Что меня зовут Мое имя Было произнесено Совершенно Отчетливо Я узнал Голос Брата И бросился Искать его По всему Дому Не найдя Его нигде И сообразив Что он Находится За 40 Миль Еще В этот Случай За обман Своего Воображения И перестала О нем Думать Брат Приехал На 6 День И рассказал Между прочим Что счастливо Отделался От большой Беды Он Оказывается Поскользнулся Выходя Из вагона Упал Я почувствовал Что падая Я крикнул Твое имя Сначала Это не поразило Меня Но когда Я спросил В какое Время Это случилось Он указал Именно тот Час Когда я Услышал Его зов Фрайер У меня Никого Не было Я растянулся Во весь Рост На сидении С намерением Выспаться Предварительно Попросил Кондуктор Разбудить Меня На станции Кэмдентаун Скоро Меня охватил Глубокий Сон Когда Так Крепко Спится Пробужение Бывает Почти Мучительным Меня Внезапно Разбудил Кондуктор Бесцеремонно Интерпеливо Так как Поезд Опаздывал И я Проснувшись Помнил Как Мне Снилось Будто Теперь Утро Так Было И на самом Деле Я У себя В спальне Одеваюсь А в этот Момент Когда Меня Разбудили Я будто Стоял На площадке Звал Служанку Окликнув Ее Приказывал Принести Мне Горячей Воды Возвратясь Домой Я узнав Что служанка В тот Самый Момент Когда Мне Снилось Будто Я Зову Ее Совершенно Отчетливо Слышала Как Я Два Раза Окликнул Ее По Имени И Она Позабыв Что Меня Нет Дома Заторопилась Бросила Своё Дело Она Приготовляла Завтрак И пошла Ко Мне Наверх Затем Так Последние В изумлении Смотрели На Ее Поступки И Так Как Сами Не Слышали Зова Понятно Недоумевали Что Бы Все Это Значило Сара Как Она Впоследствии Заявила Мне Так Перепугалась Не Найдя Меня В комнате Что Сделалась Совсем Вольна Пять Раз В жизни Мне Случалось Говорит Госпожа Уайт Слышать Голос Повелительно Звавший Меня Называя По Имени Всегда Выходило Что Кто Нибудь Нуждался В помощи И Призывал Меня Каждый Раз Когда Я Слышала Подобный Зов Непременно Умирал Кто Нибудь Из Родных Приблизительно В то Самое Время Но При Каких Других Ни При Каких Других Обстоятельствах Со Мною Не Было Галлюцинации Первые Два Раза Я Слышала Зов В Минуту Смерти Моих Двух Теток Которые Заботились О Мне Во Время Моего Детства Когда Мои Родители Были В Индии В Обоих Случаях Я Не Могу Поручиться В Тот Ли Самый День Я Слышала Зов Или Нет Но Несомненно Разница Была Не Более Несколько Дней В Следующий Раз Тогда Я Была Поражена Всего Сильнее Это Случилось В Минуту Смерти Моей Матери В Индии 8 Ноября 1864 Года Я Жила Тогда У двоюродной Сестры Госпожи Гарнет Утром Мы Сидели В Комнате Вдвоем Гарнет И Вполне Ясно Услышали Голос С улицы Звавший Меня Я Точас Вышел Посмотреть Кто Меня Зовет Но Никто Из Домашних Этого Не Делал Да Кроме Моей Двоюродной Сестры Там Никто И Не Называл Меня Просто По Имени Все Наши Поиски И Усилия Разъяснить Эту Загадку Оказались Тщетными Господин Гарнет Зная Что Нечто Подобное Случилось Уже Во Время Кончина Моих Теток Записал День Неделю Через Три После Того Мы Получили Известие Что Моя Мать Умерла В Индии Пролежав Неделю Больную И Господин Гарнет Та же Как И Я Был Уверен В том Что Смерть Произошла В тот Самый День Когда Я Услышала Зов Затем Такой Случай Произошел Со Мною В Райтоне Это Был Единственный Раз Когда Я Узнала Голос Утром По Пробуждении Я Услышала Голос Адмирала Уайта Моего Свекра Который Умер Еще Раньше Моей Матери Он Звал Меня Точно Так Как Часто Делал Это При Жизни Часа Через День Или Два Его Вдова Прислала Моего Мужа Я Знала Что Он Сильно Болен Но Не Особенно Тревожилась За Него Пятый Случай Произошел В Июне 1876 Года Вслед за Тем Я Узнала О Смерти Моей Племянницы Ребенка Девяти Месяцев Я Знала О Ее Болезни В Обоих Последних Случаях Я Не Уверен Совпадал Лизов С Днем Смерти Но Если Полного Совпадения Не Было Разница По Времени Была Очень Мало Взаимное Сочувствие Душ Разделенных Пространством Факты Этого Рода Жена Одного Офицера Империи Живя Уединенно В небольшом Провинциальном Городке Во Время Нахождения Мужа Ее В армии Всякий Раз Как он Получал Рану Чувствовала В правой Стороне Груди Колючую Боль Которая Обнаружилась Тем Сильнее Чем Опаснее Была Рана Офицер В разных Сражениях Был ранен 11 раз И столько же раз Повторялся Симпатический Феномен В груди Жени Его Два Друга Молодые Люди Из которых Один Вступил В военную Службу Другой Служба Другой сжатием мускулов. На другой день адвокат получил письмо, в котором уведомляли его, что друг его накануне вечером был тяжело ранен на дуэли. Вот еще случай такого же рода. Сцена происходила в палатке в Африке после песен и нескольких выпитых стаканов, чтобы прогнать скуку бивачной жизни. Я и товарищ мой заснули, довольны настоящим и не беспокоясь о будущем. В самую полночь был я пробужден сердцем раздирающими вздохами, прерывистыми стонами и жалобным криком сопровождающимися словами «Боже мой, как я страдаю! Мне кажется, что я должен умереть!» Я точно встал, спросил моего товарища о причине его припадка, которым он вдруг был поражен и получил в ответ. Я чувствую ужасную головную боль, мне кажется, что железная рука роется в моем черепе и переворачивает мозг мой. Лихорадочная дрожь пробегает во мне от головы до ног. Я впадаю в расслабление, которое писать не могу. Может быть, это мой последний час? В испуге я смотрел на него. Глаза его были неподвижны. Его лицо, не показывая никакой болезненной перемены, носило на себе отпечаток глубокой печали. Через десять минут после этого припадка наступило совершенное спокойствие. Он опять уснул крепко до утра. При своем пробуждении он не чувствовал никакой боли и был так же здоров, как вчера. Он удивился, когда я стал ему рассказывать о страданиях, которые поразили его ночью, как громовой удар. И потом исчезли почти столь же скоро. Это странно, сказал он. Страдать так много без всякой причины и на утро не чувствовать ни малейшей боли. Быть может, это был сон. Через две недели было получено под черной печатью письмо, в котором извещали его, что в этот самый день и час умерла мать его, и что ее смертная борьба продолжалась не более десяти минут. Феномены, происходившие в приведенных нами случаях, должны иметь причины. Точные до малейших подробностей доходящие исследования над особами, с которыми случались эти факты, может быть, доказали бы существование этой скрытой, неосязаемой силы этого неизвестного чего-то, называемого иногда электронервной жидкостью, по причине ее замечательных действий и быстроты течения, которая может быть сравнена только с электричеством. Все подобные гипотезы объяснить взаимодействием душ, отделенных большим пространством, как грубо материалистические, никогда не будут иметь успеха без допущения духовности души с ее способностями предчувствия, ясновидения и тому подобных свойств Дьяченко.